Встреча с покорителями неба Парапланерному спорту Игорь Потапкин По его признанию, для школьников, выбирающих свою дальнейшую профессию, малая авиация может стать и началом большого пути Малая авиация, она дает дорогу в небо И многие те, кто летали на параплане, сейчас управляют Боингами, Аэрбасами, летают на МиГ-29, ну и так далее Пришел спортсмен, что называется, не с пустыми руками, а с паромотором, который позволяет человеку летать как птица Стать настоящим Карлсоном можно с помощью этого агрегата под названием Мотопараплан Несмотря на его размеры, он весит чуть более 30 килограммов, так что опробовать его может каждый желающий Конечно, в баке здесь совсем не варенье, а настоящий бензин Двигатель развивает скорость около 40 километров в час и позволяет быть в небе достаточно долго Многие из ребят увидели Мотопараплан впервые и, конечно, сразу посыпались вопросы Среди пришедших было немало девчонок, несмотря на то, что авиация все-таки пока еще больше мужская стезя Но трудятся в этой сфере и представительницы прекрасного пола, в основном стюардессами Хотя есть в России и женщины-командиры экипажей Как обстоят дела в этой отрасли, рассказал Алексей Петухов, возглавляющий авиационную эскадрилью ЮНАВИА в городе Лыткарина Своеобразную кузницу кадров Школа существует уже пять лет, она достигла уверенных результатов, заинтересовала молодежь И привлекла к себе внимание не только в Московской области России, но и за границей Главный совет школьникам от Алексея Георгиевича прост Следовать зову сердца и если тянет в небо, то ни в коем случае не отказываться от своей мечты А первые шаги можно сделать в Лыткаринском авиаклубе В нашем районе такого учебного центра пока нет, а вот все предпосылки есть Много лет уже в деревне Федюково взмывают высь легкомоторные самолеты и парапланы Кстати, первый самостоятельный полет можно совершить уже в 16 лет Мы как раз таки хотим и в нашем районе создать такое подразделение, которое будет ориентировать школьников И правильно помогать им сформировать представление о авиации И правильно выбрать ту специальность авиационную, которую хотели бы они посвятить свою жизнь Будут ли ребята летчиками и бортпроводниками, покажет время Но впечатления у них от встречи наверняка останутся надолго Они нереальные, потому что действительно это все интересно Потому что когда ты смотришь просто в небо на самолеты, именно хочется почувствовать вот это все И тут появилась возможность это услышать, узнать об этом Одноклассник девочки Каталин Кассир признается, что раньше мечтал о небе Хотел стать летчиком, как говорится, но потом так передумал Сегодня не появилось оно в такой желании? Ну, чуть-чуть тянет Есть такое чуть-чуть Общение продолжалось почти два часа и пролетели они на одном дыхании Екатерина Коваленко, Егор Хлябич, Сергей Ларин, Видное ТВ Субтитры создавал DimaTorzok